Ярославский губернатор Дмитрий Миронов сегодня присутствовал на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. В Кремль пригласили несколько десятков жителей нашего региона. Это и сенаторы, и депутаты, и общественники, и волонтеры. Моей коллеге Нине Колтиной удалось с некоторыми из них пообщаться и узнать об эмоциях. В прошлый раз Владимир Путин избрался на должность президента с поста премьера, поэтому на церемонию приехал из Дома правительства. Теперь зрителям показали путь из рабочего кабинета в сенатском корпусе Кремля. Приемные коридоры и переезд на новом автомобиле отечественного производства. Примерно через 7 минут куранты бьют полдень, и Путин появляется в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. К этому времени сюда торжественно внесли флаг России, штандарт президента, Конституцию России и знак главы государства. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу. После этого прозвучал гимн, а затем президентская речь, в которой Владимир Путин назвал смыслом жизни процветания России и ее народа. Еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой. Впервые в должности губернатора на церемонии присутствовал глава Ярославской области Дмитрий Миронов. В интервью нашим коллегам с телеканала «Россия-24» он заявил, что задачи, обозначенные российским лидером выступления, в Ярославской области выполняются. Практически сегодня прозвучали слова все президента, которые звучали на послании федерального собрания. Я взял отсюда то, что на нас лежит огромная ответственность. Ответственность за людей и за то дело, которому мы служим. Тоже отметил сенатор от Ярославской области Игорь Кагарманян. За церемонии он наблюдал из Александровского зала. Два момента я бы выделил лично для себя. Первый – это его просто колоссальное чувство ответственности перед народом России за судьбы нашей великой Родины, за судьбы народа в России. И второе, главное, что мы единая команда. На церемонии присутствовало много ярославцев. Это не только сенаторы и депутаты, а также представители общественности, волонтеры. В соцсетях они делятся впечатлениями, выкладывают фото и видео. Часть приглашенных на церемонию ждала президента на Соборной площади Кремля. Там верховному главнокомандующему по случаю его вступления в должность представили президентский полк, который сегодня отмечает 82-ю годовщину со дня создания. Затем Владимир Путин пообщался с молодежью. Все было, с одной стороны, вроде лаконично и достаточно скромно. Но при этом вот этот вот торжественный фасос, он, конечно, максимально торжественный. И когда ударили орудийные залпы, это, конечно, я не знаю, у меня мурашки были. Пост президента Владимир Путин занял на 6 лет, то есть до 2024-го. Нина Колтина, Сергей Чехмарев, Новости города.